Песня 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 была святой ручью, а народ нашел православным, избранным царским народом. С праздником всех вас святых одноапостных Мефодия и Кирилла! Я на всех вас призываю благословение воскресшего Христа Спасителя, потому что сегодня, последний день, за вами празднуем праздник Вестой Пасхи, сегодняшний день. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Сегодня сердце радуется, смотря на вас. Все-таки остались еще у России друзья, настоящие друзья. И я хочу вас поздравить с тем, что мы с вами находимся на Славянской площади в Москве, а не на старой. Хочу поздравить вас с тем, что сегодня праздник наш, который мы празднуем уже 33 года, здесь, около Кирилла и Мефодия, проходит в день Пасхи. Я хотел бы передать тоже вам поздравление из Болгарии от Станки Шоповой, которая прислала свое поздравление всем нам сегодня и которая возглавляет фонд развития в Болгарии. Этот фонд работает вместе с нами уже долгие годы. Праздник напоминает нам о неразрывных узах славянских народов, способствует утверждению в обществе неприходящих нравственных ценностей, сплачивает людей. Это особенно востребовано в нынешней непростой международной ситуации, когда мы наблюдаем исходящие извне попытки разобщить и посеять рознь между братскими славянскими народами. Убежден, что преодолеть все сопряженные с этим трудности нам поможет осознание безальтернативности общего пути, осознание силы духовного и культурного единства славян. Наши предки Кирилл и Мефодий когда-то зародили письменность славянскую на этой земле, но они также основали и заложили мощнейшие корни нашей дружбы, дружбы греческого народа и российского народа. И я хочу сказать о том, что благодаря этим корням, этому фундаменту, основой которой естественно является православие, эта дружба продолжается. Она продолжилась в трудах святого Максима Грека, Феофана Грека. На самом-то деле очень сложно преувеличить масштаб, значимость, величие и потенциал в соприкосновении двух наших миров, греческого и русского мира, соприкосновение которых берет свои истоки со времен мифологии, а развивается в исторической реальности во время заселения всего понта Эфиксеноса при Черноморье Греков и создания греческих эллинских городов-государств. А впоследствии, во время крещения киевского князя Владимира в нашей сакральной исторической табриде в Херсонесе, наша общность, историко-духовно-культурно-цивилизационная общность, обретает непоколебыми узы навсегда. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Поздравляю вас, дорогие гости, с праздником, который объединяет народы России и Болгарии с Днем Славянской культуры и письменности. Сегодня славянский мир и вообще славянская культура претерпевает серьезные испытания. Мы все видим и понимаем, что происходит в мире. Горко осознавать, что братские, славянские народы переживают сейчас вражду. Именно поэтому наша встреча и вся наша работа сейчас важны, как никогда прежде. Мы обязаны, несмотря ни на какие политические распри, делать все возможное, чтобы сохранить нашу культуру и традиции, безценные знания, создаваемые и хранимые нашими народами многие века. Мы должны гордиться тем, что мы славяне, и я надеюсь, я верю, что наша культура послужит дело объединения мира и процветания нашими славянскими народами. С праздником всем! 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 С праздником всем!